Здравствуйте, дорогие друзья! После долгого перерыва пытаюсь записать очередное видео в новом формате, тестовое на сегодняшний момент. До этого я такого плана видео не снимал, то есть попытки у меня были записать ролик на электросамокате. Но сейчас пытаюсь сделать на велосипеде. Пока мы будем двигаться к входу на ВДНХ, вкратце постараюсь ответить на основной вопрос. Я долгое время молчал, было неудобно объяснять, почему прекратились ролики. На это череда разных событий сыграла огромную роль. Это в плане и непростого времени, которое мы с вами прошли в период пандемии. Это непростое время по нагрузке, выходя из нее. Что касается работы, основной дел разных накопившихся и проблем. Также в совокупности досталось и по здоровью были проблемы. Поэтому, если есть какие-то задержки речевые или какой-то дефект, прошу простить. На это есть некоторые сложности, трудности. Пытаюсь не акцентировать внимание на это. Но, тем не менее, в двух-трех словах скажу, что получил серьезные травмы. Переломы костей черепа, пять переломов, поражение ишемического нерва. Поэтому некоторое время восстанавливался. Не было и по этой причине, не было и по ряду других причин. Но ваше тепло читал. Были такие моменты, когда я не отвечал. Но постараюсь потихонечку-потихонечку восстановиться. И по возможности, пускай это будут не такие частые сюжеты, но важные, во всяком случае, для меня. Может быть, по времени объемные. Поэтому немножко затяну этот ролик. Честно скажу, соскучился. Комментарии все ваши читал. Большое вам всем спасибо за поддержку, за то теплоту, за переживания, которые вы делали. Но не хотелось, скажем так, в силу своей скромности, рассказывать про эти все неприятности. Канал не об этом. Для вновь подключившись, расскажу в двух словах, что мы с вами делали на нашем канале, в наших видеозарисовках. Записывали мы прогулки. Это были и поездки на автомобиле. Один из крайних сюжетов до этого – это поездка на электросамокате. Мы пытались взять на прокат транспорт и попытаться поснимать. Ну, что из этого получилось, вы можете найти на канале. Какие-то делали зарисовки пешие, прогулки в лесополосе, в парковых зонах, в разных районах. Ну, и вместе со зрителями наблюдали за тем, что нас окружает. Рассказывали об этом, показывали об этом. Ну, вот в этом сюжете, наверное, будет то же самое. Поэтому еще раз благодарю тех, кто был с нами, кто остался, кто поддерживает. Ну, и, собственно говоря, рад тем, кто вновь подключился. Итак, мы добрались с вами до входа ВДНХ. Называть их не буду, потому что есть там восточные, есть южные, северные. Вот, центральный вход. Ну, чтобы вас не путать, потому что много зрителей, приезжих из других регионов. Поэтому вот так выглядит один из входов на территорию ВДНХ. Расположен этот вход возле пруда Останкино. Тут же я обычно оставляю свой автомобиль. Парковка здесь платная вокруг этого входа. И недорогая относительно того, что в центр, в Москве, стоит час 380 рублей. Здесь по 40 рублей в час. То есть, если вы пребываете на ВДНХ часа на 3-4, смело можно занимать время. Тем более, сейчас приложение парковочное позволяет пролонгировать. И, собственно говоря, не так дорого и получается. Удобно тем, что в отличие от центрального входа, здесь всегда можно найти, дождаться места. Места здесь действительно хватает, но немножко подождать можно. Итак, при входе нас встречают небольшие кафешки, небольшие такие палаточки, где вы можете купить выпечку, кофе, напитки, чай горячий. Ну и разную другую закуску, скажем так, для того, чтобы заморить голод свой, либо доставить удовольствие детишкам. Все здесь качественное, проверенное, нету здесь никаких проблем. Сам покупал не раз и себе, и ребенку. Поэтому смело можно это делать. Бесконечное количество лавочек, детские площадки, ну и, конечно же, люди. Во многих моих сюжетах вы задаете вопросы о том, куда девается народ, почему нету никого, почему так пусто, город вымер, нету никого. Я стараюсь записывать сюжеты в утренние часы для того, чтобы ваше внимание было уделено больше инфраструктуре, больше каким-то тематическим зарисовкам, которые мы с вами делали. Но в силу того, что давно не показывал, где проводят свое время гости столицы, чем занимаются москвичи. Поэтому у вас есть возможность посмотреть на это все. Обязательно здесь будет много народу, даже несмотря на то, что и здесь его немало. Но вы увидите, что происходит на центральных аллеях, куда приходят молодые мамы, семьи. Просто подышать, посидеть свежим воздухом, отдохнуть, устроить какой-то небольшой пикничок. Здесь есть специальные для этого зоны. Вот вы видите, как время проводят семьи в спортивном плане. Огромное количество транспорта разнообразного, начиная от электротранспорта, простых самокатов, велосипедов, роликов, ну и прочего-прочего-прочего. Транспорта, скажем так, который у нас, ну, которым пропитался весь город. Поэтому предлагаю вам обратить на это внимание, ну и посмотреть, что происходит в будний день. Значит, сюжет записывается в четверг, время вечернее, примерно восьмой час. Ну и, собственно говоря, наступили летние теплые денечки. И, как правило, люди после работы, в основном вместе с детьми, потому что каникулы, находятся здесь, в парке. Ну и также у нас, конечно же, в Москве их много, поэтому вот так вот люди, местные жители, близлежащих районов, домов, время свое проводят именно в таких прекрасных местах. Как вы уже помните, наши сюжеты были уделены вниманию реставрации. В данной территории многое изменилось, многое добавилось, но многие павильоны все еще находятся в лесах строительных, ведется, работы ведутся. И я уверен, что скоро в будущем мы в утреннее время, когда многие расчехлятся павильоны, еще раз на все внимательно посмотрим, когда это будет уже более в законченном виде. Вот обратите внимание, с левой стороны убрали уже леса, мы с вами не видели, что происходит там. И давайте повернем, сделаем небольшую зарисовочку. Здесь напомню, что эта территория была дана под аттракционы, в том числе и под канатную дорогу, которая проходит над нами, вот вы видите кольца. И идея этого места была создать здесь какую-то развлекательную зону. На самом деле уже дороги намечены, уже какие-то контуры новых павильонов. И что получится здесь, в самое ближайшее время можно будет узнать, увидеть. И я думаю, что мы сделаем отдельную зарисовку. Пока вот нам везет, что здесь мало народу, и все-таки можно каким-то образом все рассмотреть. Но, тем не менее, в ансамбль уже того, что есть, это неплохо вошло и не очень громоздко смотрится. Потому что были такие опасения, что не будет входить в стиль и создаст какую-то вот, ну такую, другую какую-то атмосферу. Но на самом деле все очень гармонично вошло. Продолжаются работы, есть какие-то подиумы для скамеек, для лавок, для каких-то мест отдыха. И, конечно же, мы на это все дело посмотрим. Вы видите чертово колесо, о котором мы тоже с вами делали зарисовку. Формально уже скелет собран. Завезли туда кабинки. На территории, как-то краем глаза я их видел. И огромная территория вокруг будет в плане развлечений, каких-то ресторанов, зон. Мы с вами на эту тему говорили, но лучше увидеть все по завершению. И, конечно же, мы сюда с вами вернемся, посмотрим еще. Ну и вот данная территория, даже несмотря на то, что мы уже здесь проезжали с вами, она, конечно, требует еще дополнительного внимания. Ведутся какие-то коммуникации. Но ближе к завершению газоны приведут в порядок, засеют их. И тут будет совсем по-другому. Вот обратите внимание, как это выглядит. Да, и хотел еще раз обратить внимание на количество разных дорожек, которые сопровождают и проезжую часть. И вот посмотрите, как вписываются новые павильоны. Не так громоздко они смотрятся и не так сильно отличаются от тех павильонов, которые мы привыкли в советское время. Та самая плитка, о которых много пытались порассуждать ливералы, скажем так. Ну, это тема уже прошлая, десятилетней давности. Как бы им не хотелось бы об этом плохо говорить, она все-таки есть. И очень классно смотрится. Я всегда был сторонником того, чтобы то, что должно быть красивым, оно должно быть аккуратным, новым, современным. И, собственно говоря, я всегда поддерживал это. И в разрез вот этих вот разных недопониманий или наговорок каких-то, всегда в разрез говорил о том, что это должно быть так, на это должны выделяться средства. И, собственно говоря, здесь в этом плане все хорошо. Вот так вот выглядит основная проезжая часть, по которой курсируют бесплатные автобусы. Здесь вас могут по кругу доставить в те места, которые вам нужны, или наоборот добраться, если у вас устали ноги, до центрального входа, к которому мы с вами движемся. Вот так выглядят прокатные зоны, где можно тоже взять любой транспорт. Здесь его, какого только нет, тут и скейты, и велосипеды, и электросамокаты, и просто самокаты. Вот необычные, обратите внимание, для взрослых и для детей. В общем, передвигающие средства, которые вам помогут попутешествовать по территории. Итак, мы приблизились с вами к центральному входу, и вот так примерно в будни это все выглядит. Люди и покидают территорию те, кто уже нагулялся, ну и, соответственно, тоже прибывают, потому что вечернее время здесь тоже достаточно романтически все выглядит, красиво, с подсветкой. Есть у нас зарисовки и в вечернее время здесь, отдельно мы делали и фонтаны. Я постараюсь привязать ряд сюжетов, которые связаны именно с этим местом. Будут всплывающие окошки в правом верхнем углу, и, собственно говоря, перейдя по ним, вы увидите там ряд наших предыдущих сюжетов, которые мы с вами записали. Как всегда, на центральной аллее происходят какие-то мероприятия, какие-то выставки, и вот здесь тоже вы видите название разных павильонов, готовятся к празднику. Ну и, собственно говоря, тематические праздники или мероприятия, они, как всегда, подписываются, где, в каком павильоне это будет, какие будут проведены празднования или гуляния. То есть это, как правило, на центральных ресурсах всегда доступно. Итак, памятник Владимиру Ильичу Ленину, ну и центральные павильоны под, скажем так, закат, под вечернее время. Ну, Останкинская телебашня, примерно от нее мы с вами пробрались сюда. И, собственно говоря, вот так вот людно выглядит центральная часть ВДНХ. Я всегда делаю потише, либо накладываю свою какую-то мелодию, я думаю, что она не будет нам мешать. Обычно на этих аллеях звучат советские песни. Везде на столбах установлены громкоговорители. И, собственно говоря, ваша прогулка всегда сопровождается музыкальными произведениями советского времени, что создает такую атмосферу Советского Союза, скажем так. Поэтому я для того, чтобы ролик не удалился или не заблокировался, всегда накладываю какую-то свою мелодию, с которой ролик будет доступен на канале, на каких-то других сетевых ресурсах, где публикуется наше видео. Конечно же, предельное внимание, аккуратность, маленькие дети передвигаются очень быстро и на электросамокатах, на мощных электросамокатах, поэтому приходится маневрировать. Мы едем по той территории, где в зимнее время создают здесь огромный каток. Есть у нас зарисовки и по этой части. Как это выглядит, я обязательно вам приложу и покажу. Ну и обратите внимание, нас в округе сопровождают павильоны. В них проходят разные тематические продажи, какие-то экскурсии, какие-то темы, какие-то праздники. И поэтому это все тоже доступно на соответствующих ресурсах, вы все это можете посмотреть. Ну и облагораживает у нас центральную аллею, всегда она под вниманием, подстрижены аккуратные газоны. И вот так это все выглядит со стороны. Мы с вами обязательно сейчас повернем к фонтану и посмотрим, как прохлаждается в это теплое время летний народ, потому что всегда возле фонтана идут брызги, идет какая-то прохлада. И, собственно говоря, многие залипают у этих мест, просто сидят на лавочках, отдыхают. Ну, как правило, когда дойдя до этих фонтанов от центрального входа от метро, немножко подустаешь, и, как правило, здесь покупают напитки, покупают мороженое и наслаждаются видами, смотрят на народ, на обстановку, которая здесь происходит, ну и весело проводят время. Павильончики некоторые, как я уже ранее сказал, еще остаются под лесами. Вот вы видите, что закрыты. Кстати говоря, обратите внимание на павильон Украины. Вот он впереди. Абсолютно красивое здание. С уважением относятся и гости, и местные, и не вандалят, а с уважением относятся, что заслуживает отдельного уважения. Дорожки приведены в порядок. В самое ближайшее время распустятся здесь и цветы, которые в округе, за которыми следят местная администрация. Всегда это дополняет какую-то атмосферу, ярких красок, теплоты какой-то, и действительно запахов, и действительно здесь хочется на долгое время просто провести какое-то время, даже в вечернее часы. Сам я не раз здесь находился в вечернее время, просто смотрел на фонтан, действительно журчание фонтана, игра музыки, действительно дает какое-то душевное равновесие, спокойствие и новые силы. Люди идут в разные павильоны, у кого-то какое-то представление, впереди у нас павильон Космос, с левой стороны мы с вами продвинемся к Москвариуму, ну и как правило, многие, кто приходят сюда, обычно пользуются вот только центральной вот этой вот аллеей, и многое не знают, где действительно можно еще побыть, понаблюдать. Вот вы видите, даже с чемоданами только кто-то приехал, и уже сразу спешит, спешит, спешит на какие-то вот мероприятия, где-то есть билеты какие-то. С левой стороны, не успел рассказать, как раз вот строился новый павильон, но хотел обратить ваше внимание, что он не так громоздко выглядит, как изначально мы его видели, когда он был в лесах, поэтому обязательно надо будет записать по готовности общие планы на это все дело, и посмотрим на законченные виды. С туалетами здесь нет никаких абсолютно проблем, в охране, практически на каждых площадях, на каждых центральных аллеях, вокруг павильонов есть охрана, она в костюмах цвета хаки, и всегда можно задать вопросы, всегда подскажут, где будет салют, например, в какое время, как найти туалет, где найти кафе, где найти тот или иной павильон, в общем, все, что вам нужно, обязательно подскажут, поэтому не стесняйтесь, подходите, обязательно проконсультируют вас. Сам не раз пользовался советами, вопросами, с некоторыми даже поговорил по поводу того, когда закончат строительство и так далее, всегда вежливые, приятные люди, и, собственно говоря, готовы поделиться с вами, пообщаться и даже рассказать больше. Вот так вот выглядит павильон Москвариума, огромный павильон, мы с вами записывали экскурсии здесь по тематическим всяким направлениям, есть морская тема, есть речная тема, ну и также есть огромный павильон, где проходят мероприятия с дельфинами, с касатками, какие-то постановки новые, поэтому приходите, обязательно все это дело посмотрите, есть расписание, есть стоимость, ну и до представления и после вот на таких площадках, которые мы с вами проехали, проводят детишки с удовольствием время. На самом деле площадок много, под разные категории подростков, есть совсем для маленьких наших друзей, есть и для взрослых, есть и полосы препятствий, вы это все дело увидите, поэтому найти какое-то увлечение, развлечение всегда получится, потому что площадь огромная, многие сюда приезжают именно для того, чтобы позаниматься спортом, мы увидим на основных дорожках, вот, ну и честно вам скажу, сад вот Мичурина мы с вами проезжаем, вы увидите памятник Мичурину, в общем, люди приезжают сюда не только покататься, да, вот, ну и позаниматься спортом, здесь очень много разных площадок, они в лесополосе находятся, брусья, качалки, все это дело можно найти, ну и с пользой дела время провести, то есть накататься здесь можно вдоль и поперек, потому что, как я в начале ролика сказал, разноплановые здесь дорожки, есть и для пешеходов, есть и для транспорта, много его здесь в обслуживании, есть и электро, есть и обслуживающие, охранники, спецслужбы, также пользуются здесь, но в этой части очень все толерантно и аккуратно, и, собственно говоря, большее внимание уделяется гостям, в том числе и по дорожкам, как вы видите, мы беспрепятственно перемещаемся вместе с теми, кто здесь прогуливается, ну и, собственно говоря, пользуемся и прокатом, и своим транспортом здесь, пожалуйста, хоть вдоль, хоть поперек, но внимание, 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 потому что очень много детишек, очень много людей, которые открывают рот и смотрят по сторонам, прибыв сюда впервые, вот, поэтому будьте аккуратны и внимательны, ну и, как вы уже заметили, что вот по кругу, вот такие вот кафешки нас сопровождают, подтерли полосу раньше, для велотранспорта и тех, кто на самокатах, скейтах, вот, уделялась вот эта вот дорожка, по которой мы едем, ну, вот ее стерли, и, собственно говоря, вся дорога стала для того, чтобы можно было перемещаться по ней. Ну, еще раз скажу, что пробраться сюда на автомобиле можно, въезд платный, ну, там какие-то весомые суммы на въезд, сейчас уже точно не помню, но, во всяком случае, заехать сюда на территорию, на стоянку можно. Вот. Что еще хотел бы вам рассказать, то есть, на самом деле, люди пребывают сюда на долгое время, потому что, ну, перемещаясь не спеша, то есть, у вас как минимум уйдет несколько часов, то есть, от двух это точно, поэтому планируйте свое время, посмотрите, распланируйте посещение тех или иных павильонов, посмотрите, где можно посидеть, кафешек здесь, правда, много разных, то есть, есть открытые ресторанчики, и неплохо готовят, очень вкусная кухня, ну, и вот, вот, то, о чем я говорил, обратите внимание, спортивные площадки, люди занимаются спортом, играют в настольный теннис, просто какие-то сборы по каким-то спортивным мероприятиям, йоги, там, зарядки и так далее, в общем, все это тоже можно найти в интернете, есть, создаются группы, есть и экскурсии проводят, есть и возможность покататься на скейтах по определенным дорожкам, то есть, это все можно найти, главное, знать, где они не расположены, но интернет в помощь, всегда можно получить полную информацию, когда, где, почем и во сколько. Обращу ваше внимание, что при выборе правильного маршрута, в принципе, можно облегчить себе перемещение, потому что вы видите, что мы перемещаемся с горки, можно подъемы обходить параллельными дорожками и, собственно говоря, разгружать таким образом себя, вот не в напряг совершенно получается перемещаться, мы проехали с вами очень много, то есть, все это расстояние можно по карте померить, вот, напомню, что пешком пройти все эти расстояния непросто, поэтому пользуйтесь транспортом, который можно в любой практически зоне здесь получить в прокат, ну и также его и сдать, соответственно. Есть еще на при входе, есть еще какие-то точки вокруг самого парка, ну, все это сейчас автоматизировано, объединено и, в принципе, можно в любой точке оставить транспортное средство, вы также увидите, как на зарядку перевозят их местный обслуживающий персонал, то есть, самокаты заряжены, вот, поэтому в этом вопросе проблем никаких нет, ну и вот, вот так вот они выглядят, это все прокатные единицы, которые берут здесь люди, ну и, в принципе, большое наслаждение поперемещаться просто по территории, она уютная, красивая, чистая, большая и, честно сказать, я даже вот в прошлый раз, когда мы с вами записывали ролик, взял самокат, то есть, разрядил его полностью, там, за каких-то там полтора-два часа и почувствовал, что мне действительно не хватает, но даже вот здесь вот на велосипеде мы спускаемся, поднимаемся в горку, не испытываю какой-то нагрузки, потому что все в удовольствие, в удовольствие люди, в удовольствие чистота, то, что стало здесь, потому что постоянно сравниваю с тем, что было до этого, радуюсь даже вот такому транспорту, потому что понимаю, что они делают, для чего они делают, кому они делают приятно, и огромное спасибо всему персоналу, который следит, развивает, поддерживает, вкладывает, меняет и делает лучше, и так уже хорошее место, но тем не менее, оно будет еще ярче, еще красивее и уютнее, для того, чтобы обогнать, действительно нужно убедиться, подобраться к повороту и пропускать, потому что на большой скорости проходят участники, скажем так, дорожного движения, тут есть и люди, которые занимаются профессиональным спортом на дорожных велосипедах, то есть по таймеру, по секундомеру из точки А в точку Б проходят на больших скоростях, и поэтому внимание, внимание повышенное обязательно нужно проявлять, сам я даже здесь маневрирую, потому что пытаюсь где-то увернуться, где-то пропустить кого-то, поэтому по сторонам лучше меньше смотреть, но тем не менее, есть и такие, кто наслаждаются этими видами, приходится пропускать, территории разнообразные по тематике, где-то есть связанные с природой, где-то тематические в плане развития детей, развлечения детей, есть павильончики, где продают всякие сувениры, мед, разную полезную продукцию, но для этого нужно изучить повнимательнее то, что представляют эти павильончики вот такого плана и, собственно говоря, уже знать, куда вам нужно направиться, подготовиться к этому всему, ну и выстроить, как говорится, ваше путешествие, хотя, даже если этого не произойдет, то я уверен, что вы для себя что-то новое, интересное здесь обязательно откройте, во всяком случае, виды здесь очень красиво, обратите внимание, цветет сирень, ну и, как правило, люди делают какие-то памятные зарисовки, вот вы видите, фотосессии, с удовольствием заполняют свои сети красивыми видами, ну и вот мы едем опять же таки в сторону центральной части к фонтану, хочу просто показать, что красота не то, что в окружении, но и практически в поперечных дорожках, дублирующих дорожках, она везде присутствует, за парком очень сильно следят, не только за ВДНК, за всеми практически, и, собственно говоря, создают уют и комфорт, но вкратце и показал, не будем возвращаться в то место, по которому мы уже с вами проехали, ну проедем просто параллельно и понаблюдаем одна из моих любимых аллей, вот создает какую-то такую необычную какую-то атмосферу, то есть не похожую на Москву, какой-то вот теплый, уютный регион, ну обязательно, если вам что-то напоминает, напишите в комментариях, даже интересно будет посмотреть, оставьте ваше мнение, ну и вот обратите внимание на столбы, на широкие дорожки, на подстриженные деревья, убранные провода, то есть современные невызывающие здания в сочетании с теми советскими постройками, которые были, невызывающие цвета, спокойствие и вот какой-то постоянный уют, очень много зелени, поют даже птицы, вот, то есть, ну, в удовольствие действительно огромные площади, где можно весело, с интересом, с удовольствием провести свое время. вот парковочные места для автомобилей, о котором я говорил, но если вы вдруг действительно приехали сюда и пытаетесь там добраться до нужного вам места, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, потому что, собственно говоря, вся территория уделяется для пешеходов, для гостей, очень много иностранцев, людей, которые мало знают эту местность, постоянно летают детишки на транспорте, поэтому внимательность приветствуется, ну и, собственно говоря, лучше походить пешком, лучше воспользоваться местным транспортом, я имею ввиду, легким, да, и еще раз понаслаждаться, постоять где-то, многие сюжеты мы с вами записывали здесь и в вечернее время, когда был салют, вот, это тоже можно найти на канале, вот эти вот места мы с вами смотрели, они были еще не закончены, здесь такого типа ипподромчика небольшого, где красавцев скокунов показывают, ну и, собственно говоря, в округе очень много кафе, ресторанчиков, фастфудных зон, где можно совмещать полезное с приятным, вот, еще пока не в законченном виде, но уже какие-то основные очертания видны, душа радуется за то, что вокруг, мы долго это время ждали, надеялись на то, что это будет так, что уберут веники, которыми здесь торговали, территория раньше была и на вход даже платной, в какое-то время, все было в павильонах, в каких-то рынках, в каких-то палатках, ну и вот того, что заслуживает это место, вот, потихонечку, потихонечку приводят в порядок, многое сделано, еще многое сделается, я не перестаю об этом говорить, но душа радуется, действительно, даже, вот, крутишь, крутишь педали, казалось бы, прикладываешь физическую силу, но, тем не менее, душевно радуешься, получаешь массу удовольствий, даже, вот, пускай, перемещаясь не по центральным аллеям, но понимаешь, что в скором будущем это все приведут в порядок, уберут эти леса, и, ну, совершенно потрясающая атмосфера уюта в этом празднике, в этом месте, в этом большом парковом массиве будет в законченном виде, то есть, все этого ждут, конечно же, хочется на это все еще раз внимательно посмотреть, может быть, даже поснимать отдельно повнимательнее те павильоны, которые, тоже свое ценность несут, искусство большое, ну, и, собственно говоря, не раз сюда возвратиться, и, как я уже вам говорил, что здесь снимать, снимать и снимать, потому что все меняется, каждый год что-то придумывают новое, и вот атмосфера уюта и праздника, ну, тянет сюда, как я уже говорил, что все-таки есть сюжеты, которые мы уже с вами записали, но каждый раз это все новое, 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 не похоже на предыдущие ролики, пусть даже вот в таком режиме нету возможности повернуть камеру в поездке, для этого, наверное, нужно моноколесо, ну, или какие-то новые приспособления, есть, конечно, люди, которые более профессионально снимают, я не профессионал, снимаю на совершенно старые камеры, которые уже давным-давно требуют замены, но для тех, кто спорит, для тех, кто пытается проявить какое-то внимание в качество, пожалуйста, добавлю карту, присылайте, будем совершенствоваться и в этом вопросе, и, как мы понимаем, что для этого нужно отдельное вложение, всегда буду рад такой поддержке, поэтому меньше обсуждайте, больше поддерживайте, тогда и качество будет совсем другое, ну, это так, отступление, вот, поэтому, нет, ну, почему, если есть желание, то всегда приветствую, вот, заранее благодарен, ну, и вот такие, вот, смотрите, формы дорожек пешеходных не мешают абсолютно перемещаться или на каком-то транспорте, на роликах, на скейтах, на велосипеде, в шлепках или в каких-то там тяжелых ботинках, все ровненько и, собственно говоря, не трясет, поэтому тем, кто вечно недоволен, еще раз говорю, не мешайте, не очерняйте труд тех, кто очень много сюда вкладывает свое внимание, силы, старания, потому что, ну, вот сколько мы едем, и везде душа просто радуется, вот, за чистоту, за спокойствие, за красоту, вот, ну, и, конечно же, за восстановление тех мест, которые когда-то уже требовали, ну, огромного внимания, потому что были действительно в плачевном состоянии, еще бы немножко, мы бы их вот просто потеряли. Детишки радуются, перекрывают ручейки, занимаются своими делами, здесь разные такие вот для них тематические, интересные зоны, в которых они время свое проводят, тут готовы часами, молодые мамы радуются этому всему, занимаются своими делами, отдыхают, поэтому тут каждый находится, находит свое время, свое минуту, свое удовольствие, и позаниматься каким-то спортом, позаниматься какими-то там своими хобби, увлечениями, совместно, проводя время свободное со своей семьей и с детьми. Собственно говоря, еще раз повторюсь, что здесь можно для каждого, наверное, найти какой-то свой интерес, и я думаю, что от этого места вы будете просто все в восторге. Но, правда, нужно его рационально использовать здесь, то есть не просто пришел в жару с какими-нибудь там сумками и начинаешь тут таскаться, не понимая куда, чего, то есть это, конечно же, неправильно, то есть надо заранее подготовить какую-то свою прогулку, выстроить ее, ознакомиться хотя бы с картой, где что находится, ну и как бы с толком и расстановкой время провести. Специально немножко отъехал в сторону, показать, насколько в углубление проходят эти зоны, параллельно парк уходит в лесополосу в ботанический сад, там тоже есть много интересного, я надеюсь, что прокачусь там тоже на велосипеде по отдельному парку, ну а пока вот хочу в подъем войти и показать вам то, что сливается с природой, здесь есть и такие места, экозоны, где точно так же они оборудованы какими-то площадками, какими-то лавочками для того, чтобы вы могли спокойно посидеть и насладиться, то есть соответствующая и дорожка к тему природы и вот обратите внимание насыпь щепа, ну и тропа, висящая тропа, у нас тоже есть на канале ролик, где мы с вами по ней полностью проходили, ну и вот такая вот атмосфера природы здесь обустроена, здесь есть и пеньки, есть специальные такие постройки детские из дерева, вот вы видите площадки, ну и не зря это название экозона, то есть она сливается с природой со всех сторон, поэтому приходите обязательно, в вечернее время тропа подсвечивается, работают освещения, светодиодные сильные прожекторы, поэтому скучно вас здесь точно не будет, с удовольствием сам бы здесь присел, но спешу-спешу сделать для вас какую-то очередную зарисовку, сам наслаждаюсь, сам получаю море удовольствия, не сдерживаю его, улыбаюсь, потому что действительно радуюсь за то, что знаю, что придут сюда люди и уверен, что получат массу удовольствий, с каждым годом прибавляется и прибавляется много новых гостей, ну и я надеюсь, что какие-то мои отдельные зарисовки могли куда-то привезти людей, да, просто погулять, просто походить, то есть вот обратите внимание, у вас есть возможность углубиться, в природу, у вас есть возможность пойти по гранитной дорожке, есть возможность пойти параллельно, чуть-чуть углубиться по деревянной дорожке, хотите на велосипеде или самокате, вот как на прокатных, вы видите слева, пожалуйста, вот хотите углубиться отсюда и надоело вам это место, вот пожалуйста, прямо в ботанический сад, там и белки, там и сосны, там и деревья, и аллеи, и зона для шашлыков, если вы сюда прибыли, ну то есть единственное, только надо прибывать пораньше, занимать это место, потому что получить свободное место не так просто, очень много желающих сюда приезжает, и собственно говоря, устраивают небольшие пикнички, ну и также в самой полосе, то есть лавочек очень много, но люди, как правило, прибывают туда надолго, сидят, разговаривают, наслаждаются видами, наслаждаются пением птиц, ну и в общем, грубо говоря, отдыхают от городской жизни, которая нас окружает, напомню, что мы находимся все-таки в Москве, вот, и собственно говоря, вот ответ тем, кто говорит о том, что в Москве у нас каменные джунгли, и нету экологии, все есть, все, просто нужно знать, где это находится, ну и тем более, в сегодняшнее время, где в город действительно много вложили, ну вот, вы видите, что все это не своровано, а все это есть вот в таком вот виде, заслуживающим большого уважения и большой благодарности в сторону тех, кто это все-таки создал. Пруды, есть возможность покататься на лодках, то есть, и в Останкинском пруду, кстати говоря, то же самое, забыл вам об этом сразу сказать. Ну и вот, каждая лавочка, люди преклонного возраста, дети, семьи, просто приходят люди познакомиться, как и молодые, так и пожилые, есть и танцплощадки, где проходят такие некоторые встречи, для того, чтобы можно было и познакомиться, и потанцевать, ну и много-много-много другого. Постоянно можно говорить, и вот я просто стараюсь не описывать, что нас окружает, помимо всяких туалетов, ресторанов, там, пасхудных зон, вот кабинок для фотосессий, ну то есть, есть много чего, то есть, все это сразу не опишешь, вот прокатные точки, да, вот люди даже были замечены здесь с удочками, причем вылавливали крупную рыбу, сам не раз видел, все под видеонаблюдением здесь, в плане порядка, все хорошо, никаких происшествий нету, в любом случае работает на территории и полиция, ездит на электротранспорте, есть и пожарные, также на электротранспорте перемещаются, поэтому все здесь под вниманием и контролем, под видеонаблюдением, и, собственно говоря, не должно быть каких-то действительно отрицательных моментов, о которых могут просто кто-то подумать и обеспокоенно рассуждать на эти темы. Вот, мы с вами сделали небольшую зарисовку, сделали небольшой круг и уже возвращаемся к той точке, с которой, собственно говоря, начали. Поэтому время пролетело быстро, хотя по таймеру уже 45 минут, вроде вполне было бы достаточно записать и 20-ти минутного ролика, но, честно скажу, еще раз соскучился с вами, и, собственно говоря, спешу поделиться вот тем, что имею, хотя недалеко проживаю от самого ВДНХ, но, тем не менее, вот нашел минутку времени и записал его для вас. Буду очень надеяться на то, что вы оцените, оставите свои комментарии, свои слова поддержки и буду вам признателен за то, что остаетесь на канале, поддерживаете его и всячески цените и любите, продолжайте быть с нами. прощаюсь с вами до очередного сюжета и буду рад поделиться с вами еще своей какой-то новой очередной нестандартной зарисовкой. Ну, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok